Рассматривая старые фотографии, обратили внимание на интересный дорожный знак. Что он означает, непонятно. Для того, чтобы узнать, необходимо немного погрузиться в историю дорожных знаков вместе с техноенотом. Что это за знак, мы узнаем вместе с вами в конце видео. 1 января 61 года в СССР были введены первые единые правила дорожного движения. Знаки 60-х имели желтый фон. Знак «Стоянка запрещена», который, кстати, представлял собой латинскую букву P, как и другие запрещающие, содержал информацию о зоне его действия, указанной в метрах или километрах. А знаки, предписывающие порядок движения на регулированном перекрестке, использовались в случае отсутствия на светофорах дополнительных секций для поворота налево или направо. А что же было до этого? Первые дорожные указатели появились практически одновременно с возникновением дорог. Для обозначения маршрута первобытные путешественники надламывали сучья и делали метки на коре деревьев. Устанавливали вдоль дорог камни определенной формы. Следующим шагом стало придание придорожным сооружениям конкретной формы, чтобы выделить их на фоне окружающего пейзажа. С этой целью вдоль дорог стали ставить скульптуры. После возникновения письменности на камнях стали делать надписи. Обычно писали название заселенного пункта, который ведет дорога. Эта система позднее получила широкое распространение во многих странах, не стала исключением и России 16 века. По указанию царя Федора Ивановича, на дороге, ведущей из Москвы в царское имение Коломенское, были установлены верстовые столбы высотой около 4 метров с орлами наверху. Однако их повсеместное распространение началось значительно позже, со времен Петра I, повелевшего своим указом ставить верстовые столбы, крашенные и подписанные цифрами, ставить по верстам на перекрестках руки с написанием, куда дорога лежит. Довольно быстро верстовые столбы появились на всех основных дорогах государства. Уже в 18 веке на столбах стали указывать расстояние, название местности и границы владений. Верстовые столбы стали красить в черные и белые полоски, обеспечивающие лучшую их видимость в любое время суток. Появление на дорогах первых самодвижившихся экипажей потребовало коренных изменений организации дорожного движения. Как бы несовершенные были первые автомобили, но они двигались гораздо быстрее конных экипажей. Водитель автомобиля должен был реагировать быстрее на возникающую опасность, чем кучер. Аварии, случавшиеся с автомобилями, были не очень часто, но зато имели большой резонанс в общественном мнении ввиду своей уникальности. А на общественное мнение необходимо реагировать. Сочетание вышеперечисленных условий привело к тому, что в 903 году на улицах Парижа появились первые дорожные знаки. На черном или синем фоне квадратных вывесок белой краской были нарисованы символы. Крутой спуск, опасный поворот, неровная дорога. Стремительное развитие автомобильного транспорта ставило перед каждой страной одни и те же задачи – как улучшить организацию движения и безопасность проезда. Для решения этих вопросов представители европейских стран собрались в 909 году в Париже на конференцию по автомобильному движению, на которой была разработана и принята международная конвенция относительно передвижения автомобилей, рекламентирующая основные принципы дорожного движения и требования к автомобилю. В данной конвенции было введено 4 дорожных знака – неровная дорога, извилистая дорога, перекресток и пересечение с железной дорогой. Было рекомендовано устанавливать знаки за 250 метров до опасного участка под прямым углом к направлению движения. После ратификации конвенции на улицах российских городов появились первые дорожные знаки, однако автомобилисты не обращали на них внимания. В 1921 году при Лиге нации была создана специальная комиссия по автомобильному движению, по инициативе которой в 1926 году в Париже созывается новая международная конференция с участием 50 государств. На этой конференции система дорожных знаков была дополнена еще двумя знаками – неохраняемый железнодорожный переезд и остановка обязательно. Для предупреждающих знаков ввели треугольную форму. Четыре года спустя в Женеве на конференции по дорожному движению была принята новая конвенция о введении единообразия в сигнализацию на дорогах. Число дорожных знаков увеличилось до 26, и они были разделены на три группы – предупреждающие, предписывающие и указательные. В 1927 году в Советском Союзе, например, были стандартизованы и введены в действие первые шесть дорожных знаков. Шесть лет спустя к ним добавились еще 16, причем дорожные знаки того времени подразделялись на загородные и городские. Вплоть до 1940 года унифицированных правил дорожного движения в стране не имелось. Они разрабатывались и утверждались местными органами власти, порой имея при этом серьезные различия между собой. Довоенные годы в разных странах мира действовали две основные системы дорожных знаков – европейская, базирующаяся на Международной конвенции 1931 года, основанная на применении символов, и англо-американская, в которой вместо символов использовались надписи. Американские знаки имели прямоугольную форму с надписями черного или красного цвета на белом фоне. Запрещающие надписи выполнялись красным цветом, предупреждающие знаки имели форму ромба с черными символами на желтом фоне. В 1940 году в Советском Союзе были утверждены первые типовые правила и перечень типовых знаков. Перечень знаков включал пять предупреждающих, восемь запрещающих и четыре информационных знака. Предупреждающие знаки имели форму равностороннего треугольника желтого цвета с черной, позже красной, каймой и символами синего цвета. Запрещающие знаки имели форму круга желтого цвета с каймой красного цвета и символами черного цвета. Указательные знаки имели форму круга желтого цвета с черной каймой и символами черного цвета. После окончания Второй мировой войны были предприняты попытки создать единую для всех стран мира систему дорожной сигнализации. В 1949 году в Женеве состоялась очередная конференция по дорожному движению, на которой был принят новый протокол о дорожных знаках и сигналах, базирующийся на европейской системе дорожных знаков. По этой причине он не был подписан странами американского континента. В протоколе были даны рекомендации по размещению знаков, их размерах и цвете. Для предупреждающих и запрещающих знаков предусматривался белый или желтый фон, для предписывающих синий. В Международной конвенции по дорогам и моторному транспорту с 1949 года Советский Союз произоединился в 1959 году, а с 1 января 1961 года стали действовать единые правила дорожного движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР. Вместе с новыми правилами были введены новые дорожные знаки. С этих пор дорожные знаки прошли эволюцию от деревянных щитков с нарисованными краскоизображениями до современных металлических пластин со светоотражающими материалами. В Москве их применили и установили к Олимпиаде 80, первым и единственным играм такого уровня в СССР. Дорожные знаки относятся к наиболее динамичных групп технических средств организации дорожного движения. Развитие транспорта, специфика дорожного движения, выдвигает новые требования для успешного удовлетворения, которых вводятся новые дорожные знаки. Если в 1903 году на дорогах нашей Родины применялось всего 4 дорожных знака, предупреждавших водителей самоходных транспортных средств о возможной опасности, то в настоящее время на улицах и дорогах России применяются более 2,5 сотен дорожных знаков в 8 групп, подробно регламентирующих практически все стороны дорожного движения. Но все же, что за знак был на фотографии в начале видео? Оказалось, что этот знак означает «Осторожно, пешеходы!» Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на Техно и Нота, и будем вместе с вами узнавать много интересного из истории автомобилестроения. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok